Метод Критерия Эрмут. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл наших круглых столов, посвященных разработке национальной идеи, смыслам, целям развития Республики Калмыкия. Сегодня тема нашего круглого стола называется «Замок и площадь, иерархия и сеть». И главным вопросом ставится, почему ставка на лидера является проигрышной и как прийти к народному парламентаризму. Основным спикером будет у нас сегодня Бадмай Бурчиев, наш известный журналист, блогер и гражданский активист. Кстати, с Бадмы, по-моему, в прошлом году и началась серия митингов против нового главы города. Также у нас сегодня Иван Кричев, гражданский активист, мы его знаем по прошлой передаче. Сегодня у нас также Алдарь Алиндженов, с его, помним, новаторской идеей отъезда в Монголию. И сегодня у нас новое лицо, Кусминов Арслан, депутат Народного курала, член фракции «Единая Россия». Очень тоже известный человек, который изменил наше мнение о Народном курале. Ну и так, сегодня начинаем. Бадма. Да, Мен, добрый день. Тему уже обозначили. Я хочу сказать, что я сегодня каких-то рецептов, наверное, не дал, это очень сложно, и это надо вырабатывать все вместе. Но я хотел бы, раз уж мы начали об этом дискутировать, то вернуться к каким-то корневым проблемам. Потому что эти дискуссии, на мой взгляд, опять начинаются сверху. Мы не видим корня проблем, а уже говорим о том, как возродить язык и все такое. Вот Макс Вебер, основоположник социологии, он говорил, что задача социологии, как науки, расколдовывания мира. И вот когда я слышу такие слова, как духовность, возвращение к историкам, я думаю, мы должны это все расколдовать и посмотреть, что вообще за этим строится. Для этого надо, в первую очередь, чтобы как-то воздействовать на общество, надо понять, как оно устроено. Вот мы сегодня взяли доску специально, чтобы было это все наглядно. Все, что я буду рассказывать, я не выдумывал, я журналист. Я просто увлекаюсь социологией, кальтологией, потому что это смежно из моей профессии науки. То, что я буду рассказывать, иногда я буду на кого-то ссылаться, иногда я буду просто пересказывать. Но, в принципе, это все описано в литературе. И мне тоже хотелось бы, чтобы мы больше опирались на научных данных. В общем, начнем с упрощенных схем, как устроено общество. Есть две схемы. Это иерархия, которую можно упрощенно нарисовать вот так. Как работает иерархия? Это всем известный вертикаль. Допустим, если это правительство, то есть центральный канал, передача информации, передача поручений. Есть министерство ведомства. Если это современная Россия, то мы видим в Кремле и регионы. У нас нет федерации, если говорить честно. У нас тоже управляется точно так же любое другое устройство. А если упрощенно, то это выглядит так. Как выглядит сеть? Ну, допустим, я. Даже если не брать моих семью, то у меня есть одноклассники. Уже пусть будет пять человек. У меня класс маленький. Палочки, да, там, тоже, там, возьмем пять человек. Коллеги, да, там, пусть у меня групп побольше. Ну, пусть будет, там. И, в общем, смысл поряден, да, там, какие-то близкие у меня группы, у которых тоже есть свои связи. И вот эта вот сеть, она становится такой развлеченной. И, казалось бы, да, там, вот эта модель не устойчивая, а эта разветвленная по карту модель устойчивая. Но почему-то иерархия в наших условиях всегда побеждает. То есть сеть не работает, да, на любых выборах иерархия побеждает. Вот, чтобы вот это понять, мы должны, да, дальше разрисовать, делать. Основная проблема в том, что это не сеть коллективного действия. Это сеть передачи информации, это сеть коммуникаций. Коллективное действие, да, внизу выглядит по-другому. Ну, мы не увернемся, а, да, вот, как выглядит сеть иерархии, когда она переходит в действие. На самом деле иерархия не так просто устроена, да, там, иерархия есть тоже в глицентальной связи. Они там, по крайней мере, иерархия старается, чтобы они не окрепли. Они там могут быть слабыми, могут быть посильнее, да. У всех, если мы возьмем коммуники, да, там, у любого представителя власти есть семья, да, там, есть друзья, одноклассники. Это вот, ну, иерархия усложняется. И вот это вот те, кого мы называем вот работами, да, которые не имеют прямой выгоды от иерархии, но, которые, там, в соцсетях защищают власть, да, там, потому что они ощущают свою причастность к этому, да, там. На самом деле их много, потому что вот у нас половина калмыкия бюджетники, да, там. И отличие вот этой сети, от той, которую я рисовал, в том, что эта сеть действующая. То есть у них есть ресурсы, у них есть, там, суды, полиции и все такое, что тоже включено в иерархию, да, там. Любая иерархия старается от этих сетей избавиться, от этих сетей, то есть иерархия выгоднее, когда гостякаль четкая, да, там. И вот фашизм, это в некотором смысле идеальная господарство, потому что они избавились от этих гостякальных сетей, у них было прямое управление фюргом, да, там, ну, основными их организациями. Организациями. Любая власть, которая приходит, они начинают избавляться. Вот эти вот сеть, которые внутри иерархи, это кланы. Любая власть, которая приходит, она избавляется от кланов, нам это преподносится, как борьба с коррупцией, да, там. Ну, она избавляется от кланов, чтобы выстроить свою сеть, да, там. И вот, казалось бы, да, если у нас такая сложная сеть, да, там, и если эти сети сомкнутся, это, сеть низовая, сеть иерархичная, да, там, вроде бы они должны сомкнуться. Но тогда получится очень сложный рисунок, и тогда непонятно, где там вверх, где низ, да, там. И правитель, да, там, он превратится в одну из частей, ну, в один из узлов, да, сетей, и он перестанет уже иметь такую влиятельность, да, там, иерархия станет просто менеджментом, да, там, и власть. Почему вот это вот не происходит, почему наши сети не смыкаются? Потому что вот эта сеть, она действует, и у нее нет интереса смыкаться с нашей сетью, потому что наша сложная сеть, это, как я уже говорил, сеть передачи информации, сеть коммуникаций, мы не сеть коллективного действия. Сеть коллективного действия выглядит вот так, не злая, вот, я по своему опыту могу рассказать о том, допустим, еще до пандемии нагибали одного, ну, ресторатора, да, там, он там обращался, всякие органы, все такое, хотели отжать ресторат. Я у него спрашиваю, а коллеги поддержали, а я, говорит, никому не обращался, у меня есть, говорит, там, несколько человек, да, там, мы с ними были. Потом во время пандемии, вальта, да, там, выступала, когда же рестораторы не знали, что делать, она выступала, тоже выясняется, что у нее есть компания, есть другая компания, с которой они не смыкаются, другая компания не хочет идти в белый дом, да, там, то есть пошел в маленький труп. Получается, что вот каждый из этих, каждый из этих трубов, он работает отдельно, это вот примерно таких много, я доложил на листике, вот, допустим, когда строился дом на 10-м, там были достаточно такие серьезные выступления жителей, ну, их обманули, там, как они считали, да, там. Я подхожу к оппозиции и говорю, а где вы тут? Я тогда журналистом был, я вообще не имел отношения к гражданской активности, я говорю, а почему вы их не поддерживаете, да, это же, ну, ресурс. Они говорят, а потому что потом, когда мы будем выступать там за права и все такое, они не придут на ничем, а зачем тогда мы будем выступать, вот, такого рода разговоры были. И всякий раз, да, вот, когда переход к коллективному действию, то работают только вот эти вот маленькие-маленькие кусочки. Они идут, там, просить иерархию, естественно, и для иерархии они никто. И обычно, там, иерархия решает их проблемы, чтобы показать, как реальность, там, показать какую-то заботу, а чаще вообще не решает. Вот это вот наша проблема. Как сомкнуть вот эти вот трубы, да, которые работают автономно, как сомкнуть и как выстроить их в сеть коллективного действия. Не в сеть коммуникаций, которые богатые, да, а в сеть коллективного действия. Здесь вот, ну, на мой взгляд, основные, основной потенциал – это предприниматели. Причем это скорее владельцы бизнеса, да, чем, ну, малые предприниматели, которые стоят на рынке. Потому что им вообще не для общественных проблем, потому что они, правда, дамочи мерзнут на улице, да, в том. Ну, то есть мы должны начать соединять все эти вот эти вот с бизнесом. Как это сделать? Это, ну, тема обсуждения. И, в принципе, я только могу там такими, там, поделиться, ну, какими-то мыслями, да, на этот счет. Почему такая разрозненность? Потому что все советское время нас приучило к мысли, да, что иерархия за нас все решает. У нас нет веры вообще в коллективное действие, и из-за этого, из-за того, что у нас нет практик взаимодействия, у нас нет доверия друг к другу, по большому счету. И когда начинаются проблемы, да, каждый идет в свой узкий-узкий круг. Это даже иногда не родственники. Это вот действительно люди, на которых можно положиться. И вот так, раз у нас нет таких практик, да, то надо их создать искусственно. То есть мы не можем ждать, пока такие практики сами по себе вырастут, да. И вот эта вот разрозненность, она рождает наше политическое мышление. То есть, когда объявляются выборы, люди начинают активизироваться, потому что они считают, что приведешь к улыбке хорошего туда, и он начнет решать вот эти вот проблемы, да. На самом деле, вот, его просто повладит иерархия. Я не выступаю против активности на выборах, это мы попозже обшим, да, там, отвечая на вопросы. Но, в принципе, сами по себе выборы, это не демократия. У нас вся демократия сводится к выборам. И демократия, на самом деле, это практики самоорганизации и самоуправления. Вот когда эти практики есть, когда демократия, когда выборы уже становятся, как бы, вишенкой на торте, да. У нас нет самого торта, мы все время боремся за эту вишенку, да, там. А почему происходит вот эта активизация? Вот здесь мы переходим к ценностям, да. Вот часто можно услышать такое, да, там, когда, ну, какой-нибудь политический обозреватель, сейчас я про Россию говорю, пишет там, вот там наши элиты, да, там, и оппозиция возмущается, да, какие там они элиты, да, там, наши элиты, там, они начинают называть там какие-то достойные имена. Ну, на самом деле, есть у Хайденера такое, что бытие через язык проговаривает себя. То есть, раз язык назначил элитами богатых и знаменитых, да, то это на самом деле элиты. А это и есть ваши истинные ценности. Ваши истинные ценности – это власть и материальный достаток. Вот, и активизация на выборах, отсутствие практик демократии настоящих, да, это и есть наше проговаривание наших истинных ценностей. То есть, власть и материальный достаток. Мы тоже хотим просто оказаться там, ну, в теплом местечном, да, там, и забыть про вот эту вот жизнь, да, внизу. Как вот этот вопрос решается, опять же, через, ну, да, развитие, да, вот самоуправление и самоорганизации, ну, вот эти вот практики, они сами-то себе порождают новую ценность, любые ценности. Это, в первую очередь, чувство собственного достоинства, да, когда у тебя есть бизнес, и когда тебя приходят нагибать, ты уже на это смотришь по-другому. Когда ты платишь деньги, да, там, собственно, тамары на налоги, и ты размышляешь по-другому, чем наемный работник, который получает деньги за вычеты, он уже всех, он и не видит вот эти 40%, которые у него отбирает государство, он не видит. Он считает, что у него зарплата 20 тысяч, и все, да, там. А бизнесмен, он платит, он там получил, там, 100 тысяч из них 40 отдал, он понимает, что я заплатил государство, я должен с него спрашивать, да, там. Ну, вот, это новые ценности, и вот это ценности, все тюта собственного достоинства, и ощущение свободы, свободы выбора, свободы действия, да, как истинной ценности, да. И вот тогда, когда у нас, наверное, начнут меняться ценности, тогда мы сосредоточимся вот на этих сетях, вот это два взаимосвязанных процесса, то есть мы создаем вот эту сеть коррективного действия, и она меняет наш взгляд, наши ценности. И в то же время наша идеология, да, там, заставляет наступлять связи. Вот как формировалось, да, когда критикуешь вот эту активность на выборах, да, там, и нежелание работать, вот, заниматься рутиной, да, то говорят, ну, а как на Западе? На Западе что же выборы все решают? На Западе вот как формировалась публичная сфера, она, это описано в хабер-массах, да, так и называется, формирование публичной сферы. Ну, то есть, как это происходило, как вообще рождался парламентализм на Западе? Была уже сеть торговцев, то есть когда стал развиваться капитализм, да, вот этот вот, все путешественники, которые совершали вот такие вот все мировые открытия, да, там, они ради чего это делали? Ради поиска новых рынков забытых, да, там, и поиска новых богатств, да, которые можно продать. То есть ими двигало вот так вот, желание обогатиться, да. Они были как бы вне внимания королевской власти, потому что королевская власть считалась крепкой, да, там, эти обогащались, платили налоги, и пусть работали. Вот они уже стали создавать сеть коллективного действия. Эта сеть, первыми вот как раз мореходы ее создали. Первая одна сеть, это был мореходный листок, где они были информированы, что происходит там, здесь, чтобы моряки, капитаны, знали, что вы ждете, если пойдешь туда или сюда. Буржуазия начинает набирать силу. Промышленную революцию аристократия прозевала. Они, аристократы, жили на ренту, да, там, ничем не занимались, у них были большие богатства, они были сосредоточены на образовании, на посещении салонов. Они прозевали промышленную революцию, все деньги оказались в буржуазии. И возникла ситуация, когда есть монарх. Уже произошли парламентские революции буржуазные. Монарх вынужден был создать парламент, но этот парламент был ручным, то есть монарх сам его создавал. И в то же время здесь, внизу формировалась сеть. Сеть формировалась из той аристократии, которая потеряла влияние, которым нужны были деньги. И в буржуазии, у которых полно было денег, которые набирали влиятельность, но для них нужен был престиж. Они хотели быть причастны к высшему свету, они искали контактов с аристократами. Первые посещения кофеин аристократами они освещались в газетах. Это было настолько необычно, что аристократ пришел в кофейни. Вот в этих кофейнях как раз вот эти сети формировались. Джон Кунсфир, Даниил Дефол, все они прошли вот эти кофейни. Здесь у них формировалось общественное мнение. Чем общественное мнение отличается от нашей активности в соцсетях? Наша активность в соцсетях – это сумма частных миллионов. А общественное мнение – это когда люди сидят и вырабатывают в дискуссиях какие-то концепции, и вот эти концепции потом начинают влиять на массы. То же путешествие, как «Булливер» – это политический манифест. Это до сих пор воспитывает в детях. А тогда это был ясно и понятно практически в последние годы. В общем, они создали сеть, и когда эта сеть получила уже огромное влияние, газеты, все деньги, все было здесь, они сами-то не особо стремились во власть. Они формировали свою сеть, они просто стали развиваться параллельно. И уже тогда монарх вынужден был признать, либо его снесут, либо он идет на уступки. И тогда уже люди отсюда стали попадать в парламент. То есть я хочу сказать, что западная демократия развивалась не потому, что на выборах хороших людей избирали, а потому, что они создали крупную и влиятельную сеть внизу. И тогда уже власти пришлось идти на уступки, пришлось искать с ними из-за пылища. Но в конце концов, они все равно монарха ограничивали в власти. Сейчас он просто куклы, да? Символы. Да, символы, да. Но тогда монарх считал, что так можно спастись. Вот примерно так выглядело в моем модели. Я, наверное, свои 10 минут, да, там. Исчерпал, да, дальше мы можем подробнее обратить. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыгенов. Да, Бадмар, спасибо большое. Очень интересно, очень так занимательно. Много мыслей сразу в голове, честно говоря. Так, есть у кого-то вопросы? Получается, смотри, Бадмар, у нас сейчас какая ситуация, вот перейдем к современному. У нас сейчас, просто проговорим, да, у нас сейчас конкретно иерархия. В России, да, ну и, соответственно, в республике. У нас сейчас иерархия, и, соответственно, иерархия, получается, она в долгосрочной перспективе, она не жизнеспособна. Ну, я так понимаю. И поэтому, чтобы, не то, что не жизнеспособна, а получается она несправедлива система взаимоотношений в социуме. И вот, чтобы вот эту иерархию, не то, что сломить, получается, вот эта вот сеть должна поглотить иерархию, да? Да, я в интервью с аналогом жил на канале Макса, да, я уже останавливался на этом вопросе, но если коротко, то иерархия, нельзя сказать, что она не жизнеспособна, да, и просто у иерархии свои интересы. Государство это организованная преступность. Короче, у Глуба большая часть про люди, получается, при функционировании иерархии, да, большая часть про общество. Ну, кто его знает, большая часть или нет, это у нас половина бюджетников, потому что половина. Ну, я утрирую, конечно. Дело не в этом. Дело в том, что если мы хотим выровнять ситуацию, то мы должны создать второй полюс силы. То есть это должна быть не только иерархия, это власть, это должна быть вот сеть. Сеть, причем не коммуникация. Вот у нас очень многие воспринимают активность в соцсетях как политическое действие. На самом деле, это не так. коллективное действие рождается здесь во взаимодействии в своих интересах. Каким-то реальным уже конкретным действием. Да, да. Это приводит к каким-то результатам. Да, и когда у вас появляется чувство собственного достоинства, да, у вас появляется потребность защитить себя. коллективная безопасность, коллективная безопасность, коллективная безопасность это не обязательно армия, это штат юристов, который может выиграть, делать. Отставить свои права. Да, да. Это будет некий совхоз улан-кфейд, которые могут там сами... Кстати, эту проблему надо поднять. Да, поднять вопрос. Ну, я вот хочу сказать, получается, проблема в том, можно это назвать горизонтальными связями? Ну, конечно. Это то же самое, да, это горизонтальные и горизонтальные связи. Вот у нас получается проблема, почему мы при иерархии у нас сейчас, у нас отсутствуют горизонтальные связи в обществе, да? У нас вот как мы поднимали, помните, как можно применить такой тем автомизации общества, да? Можно, но я хочу садкетировать внимание, что у нас не то, чтобы горизонтальные связи отсутствуют, просто у нас качество и такое, мы общаемся очень активно, у нас друг до друга там два рукопожатия, не шесть, мы с любым знакомим, через одно рукопожатие. Да, потому что мы не предпринимаем конкретные действия. у нас нет структур, которые бы возникли, да, как на Западе, они в процессе эволюции возникли. Нам, по-видимому, надо создавать эти структуры, которые бы они заняли, вот эти вот, я рисовал такие разродины, да, пушки, у нас они сейчас слабые. Именно-то организационные структуры сейчас в этом работают, которые бы могли быть субъектами каких-то действий, получается. это не обязательно юридические, просто ну, юридические оформленные, да, просто это должны быть структуры, которые позволят взаимодействовать разным группам. сообществам. Сообществам. Да. Тут их можно... Нужно, короче, чтобы профсоюзы начали работать. Не только. Они же у нас есть, трудовые профсоюзы, но они не работают. Эти профсоюзы уже не заработают, на них можно клец поставить. Они строили вертикально. Да. Я ему говорю, смысл такой, да? Да. Можно создавать свои частные профсоюзы. Аналоги профсоюзов, да. Вот у меня такой вопрос. Я отметил несколько, как бы, пунктов, да, в своем выступлении. Ну, первое, ты сказал, доверие. То есть, очень важно, я так понимаю, чтобы вот эти структуры все соединялись, друг с другом взаимодействовали, должно быть доверие. То есть, доверие остановится на честности. Вот. И вот здесь вот я не совсем как вы сейчас пока понимаю, каким образом мы вот в такой горизонтальной структуре можем создать некие правила, что ли, моральные кодексы, ну, что-то такое, чтобы это доверие появилось. Это первое. Следующее, то, что ты говорил, что предприниматели как основа, но предприниматели как среднеклассы так понимают. У нас, у нас в республике ситуация такая, что у нас, в общем-то, среднего класса мало, очень мало. Не сравнить нас с Москвой, с Антетербургом. и в этом случае что нам делать? Потому что все остальные думают о как прожить следующий день, где найти деньги на хлеб, заплатить на коммуналку и так далее. как быть с этими двумя проблемами? Как раз ответы на эти вопросы взаимосвязаны. Я понимаю, что у нас бизнеса мало и мало бизнеса заинтересованного что-то делать. Много бизнеса встроено тоже в юграфтами. Но вот как раз таки с таких свободных предпринимателей удобнее начать, потому что у них уже стоит вопрос коллективной безопасности перед государством и с них удобнее начать, а уже их опыт будет примером для других слоев общества. То есть мы можем по их примеру организовывать уже другие социальные жертвы. А есть примеры, как их организовать? Сейчас я перейду. Есть такой принцип социография. Это придумал Агюст Комп в XII веке в основном его деятельность была. Политический философ, это основатель прагматизма. То есть философское чтение прагматизма. Не последний человек на этой планете. Он разработал социографию, но как политический инструмент она не использовалась. Вот сейчас бизнес почему-то применяет социографию в корпорациях. Бизнес думает, как сделать более лояльными своих сотрудников, чтобы они чувствовали, что это их корпорация. и вот они передают и вовлекают их в управление через социографию. Как работает социография? Вот она работает вот этими кругами. Там очень много пунктов, которые если ты бизнесмен или как этих называть, которые лекции читают? Коуч. Коуч, да. Он будет перечислять много пунктов, которых нужно поддерживать. Но на самом деле там две очень важные вещи. Во-первых, круги должны быть небольшие, не больше 20 человек. Потому что большой круг превращается в демагогию. это мы ощутили на своих протестах. Вся динамика была, когда мы были в маленьких кругах. Как только мы объединились, все, пошли рассказывать про жизнь и все такое. Была практика исчезла. Маленькие круги. Мобильные, да? Да. Как это работает круг? 20 это предельное. В основном это армия десятки. Кстати, это армия наша функционировала. Почему эффективно? Есть в этом кругу ведущий. Он не имеет мнения. Он только судит за правилами ведения дискуссии. Ему мнение высказывать запрещено. Социократия отличается в демократии тем, что социократия предполагает власть общества. То есть мы возвращаемся к публичной сфере. Она формирует эту публичную сферу. А демократия это сумма частных мнений. Особенно в России, где у нас нет демоса, где плебс гражданскими правами практически обладает. Так вот, есть жесткое правило. Тот, кто предлагает, берет на себя инициативу по реализации. Представляете, какая тишина будет? И вот человеку предлагающему уже понятно, что он готов это делать. Основным членам круга запрещено говорить «но». То есть он может продолжать его идею. Человек говорит, есть у меня такая идея. Он говорит, хорошо, я готов предложить такую-то помощь. Сразу идет уже речь о том, как мы будем не критиковать, а именно разработать. кругу, конечно, может не принять идею, но для этого нужны объективные причины. Круг может сказать, допустим, Ваня говорит, я знаю, как решить проблему пропесникова, сажаем машину, вывозим его в степь, отдаем на точку, да, Ваня говорит, у нас это запрещено закон. Это объективные причины, да, а все вот это мне кажется, я думаю, это опускается. И за счет этого вот эти круги, они, ну, по идее, должны работать эффективно. Я не работал в этих кругах, по идее они должны работать эффективно. И вот если мы, допустим, три круга ресторатора, ну, вообще бизнес-мера, если мы искусственно создаем круг по социографическим принципам, куда входят представители разных кругов бизнеса, да, и вот у них появилась, допустим, проблема, да, там, с кассовыми аппаратами, и все чем-то, да, мы предлагаем им создать круг, и мы это обсудим. Они между собой по личным причинам не общаются, но вдруг они могут выставить своих представителей. Здесь мы уже решаем проблему, да, есть, допустим, круг юристов, которые готовы помогать, да, где-то бесплатно, зарплатно, да, весь круг оппозиции, да, и вот эти вот, которые готовы поддержать массовыми акциями, допустим, да, там, и вот эти искусственно созданные круги будут заполнять вакуумные пробелы, и тогда в часах эти механизмы друг за другом зацепят и начнут работать. То есть нам надо определить болевые точки, ну, наиболее вероятные круги, где искусственный круг может заработать, да, я говорю предпринимателям на скидку, может быть, кто-то предложит что-то умнее, но смысл в том, что мы создаем искусственные круги, которые заполняют вот эти вот лакуны и механизм тогда начинают так же вакуумные цепляции работать. Я предлагаю такой вариант. Действительно. Старин. Да. Да. Ну, хотелось бы вот сказать как раз таки вот в прошлом году мы ну, да, учебы изучали как раз таки важность сообщества в жизни каждого человека. И у каждого человека на самом деле в течение жизни у нас формируется там как минимум там 5-6 виду сообщества. Первое сообщество как раз таки потому что я прямо говорил это члены семьи, далее это, соответственно, дворовые друзья, там, одноклассники, там, потом однокурсники, там, коллеги, друзья. Все они в той или иной мире влияют на наше мнение, на наше поведение, потому что мы даже в разных сообществах ведемся по-разному. Одно дело в кругу семьи, другое дело в кругу друзей, да. Соответственно, мы раскрываемся по-разному и важность этих сообществ. На самом деле для человека как бы как минимум надо 5-6 видов сообществ, да. и то, что формирование деловых сообществ, насколько это важно, дело в том, что они практически всегда были, да, в царское время это были гильи, там, да, в советское время это были, максимум, напомнил, профсоюзы, то сейчас к сожалению, ну, по крайней мере возможно у нас в регионе институт этих сообществ практически не работает, да, и почему БАДМА как раз таки проводит параллели между иерархией власти и общественными сообществами, да, влияние как раз таки данных общественных сообществ на иерархию власти оказывают, когда эти общественные институты работают, когда есть понимание гражданского общества, да, концентрированные в определенные там, либо деловые сообщества, либо там, ну, это религиозные сообщества, да, там, по разным идеям, и соответственно они являются неким давлением на работу как раз таки иерархии власти, да, то, чтобы действительно исполнялись те или иные требования, которые зачастую просто, ну, как сказать, опускаются и не работают, допустим в зарубежных странах во многих когда организация, ну, какая-нибудь там, формируется, ее автоматом включают деловые сообщества, автоматом. У нас, к сожалению, такого нету, да, у нас есть эти деловые сообщества, но у нас сами предприниматели, они не всегда стараются включаться в эти общественные организации, потому что воспринимают это некая политика, и они особенно предпринимательская существа, она очень чувствительна к этому, они где-то боятся действительно за свой бизнес, они боятся за давление и, соответственно, вступают в общественные организации, они зачастую воспринимают это как участие в какой-то политике и, соответственно, где-то на самом деле опасаются. Но важность вот таких сообществ, я даже могу привести на примере, есть в Америке штат Коламбус и там долгое время, вот, ты бы одна тоже говорила, о формировании этих кофейн, когда было, а там деловое сообщество в течение долгого времени, 15 лет, они решили просто собираться и обсуждать просто насущные вопросы. В течение 15 лет они просто собирались обсуждать, но как Бассан ты говорил, они вырабатывали доверие друг к другу, чтобы они могли доверять, грубо говоря, старые деньги и представителям там новых денег. И спустя 15 лет они начали вырабатывать уже идей, что нужно сделать, чтобы улучшить их город, их штат, и они в итоге начали выходить сначала с маленькими инициативами, потом они вышли на такие масштабные инициативы, что они превысили даже значимость власти в том регионе, штате, они стали некой альтернативой власти, но там они уже поняли, что ответственность уже высокая, надо становиться властью, но факт в том, что это общество показало, они улучшили институты образовательные, на самом деле регион начался по-другому, это за счет понимания общественного мнения, взгляда, потому что власть не всегда видит и слышит, у нее есть свои обязательства, но когда формируются вот эти гражданские общества и общественные институты, это хорошо и важно. Начнем померить акрис Алик Алик когда он путешествовал в эпиле, ты известный в том, что он привезет в Евгене и сравнивает какую-то приводящую демократию Америки. Он там как раз таки отмечал, что американцы объединяются по-любому поводу, то есть они в эти кружки, они вот сейчас там круп любителей пива, да, и Токвилл как раз считал, что вот эта привычка объединяться в эти клубы, кружки всякого рода и как раз делает демократию скончивает. и вот раз уж у нас эта практика исчезла в советское время, то мы должны ее как бы воссоздать. А в советское после советского времени как раз таки еще. В советское время это еще были просто союзы, кружки, больше сверху сверху хотя да, я согласен, что в советское время было больше праздник самоорганизации и самоуправления больше было. То есть сегодня наш маленький круг это и есть маленькая представитель разных сообществ, которые унесут и создадут свои сообщества. сегодня разве не чтобы все это действовало, заработало, мне кажется, нужно обратить внимание на учителей. Нет? Чтобы учителя, во-первых, мы им помогли, потому что основная проблема, у меня вчера просто человек встретил и говорил «Я, может, не для этого писать, просто говорит, нам нужны подфоюзы, потому что я, бился с ДДТ, с директором, долго бился, прокуратура, всякие разные, у нас, она же там унижает всех людей, и он говорит «Я единственный, кто поднялся, встал, в итоге со мной рядом оказалось 3-4 человека, мы пытались, пробовали, через профсоюз заходили, короче, у нас ничего не получилось, и на сегодняшний момент, говорит, если вы поддержите тех же учителей, они на выборах не будут делать сбросы, потому что буду знать, что за ними есть поддержка, что типа такого вот, почему бы, например, кому-то из гражданских активистов не взять на себя ответственность, например, с аналога, у него есть уже, как он называется, общественное движение, он им не пользуется, вот, взять на себя роль вот такого, собственно, профсоюза, и он говорит, мы готовы платить процент, один процент по своих зарплат, но если это будет рабочий инструмент, потому что сегодня мы платим один процент, отличные идеи, один процент платим, приходим к ним, они говорят, нет, там не положено, вот так и так, и начинают соезжать, что Максим говорит, что надо какой-то вопрос попробовать решить, на самом деле, да, как бы, сообщества нету единой какой-то цели, потому что это тогда сообщество чисто по одному вопросу, по интересу, да, там, когда, допустим, идет обсуждение, где ставится множество целей, а одна единая цель, которая, по сути, она должна быть мечтой, ну, допустим, сделать, чтобы Калмыкия там, процветала, там, мы желаем все время хорошо, это вот единая цель, которую можно достигать все время, то бишь, потому что, чтобы она процветала и жила там хорошо, да, это же, в разное время, там, сейчас нам кажется, что, там, госдолга, допустим, не было в республике, да, с водой вопрос решить, через 10 лет, это уже будет другой, там, ориентир, и, соответственно, в рамках этой большой мечты уже делить на небольшие цели, вот, соответственно, эти цели потом еще делить на задачи, Максим говорит, там, цель, допустим, сделать выборы честных, да, маленькая задача в этой цели, да, это, соответственно, призвать учителей, да, и к их морали, чтобы они действительно там не делали никакие вбросы во время выборов, и, соответственно, это уже маленькая задача, да, которую действительно выполнить возможно, и это действительно по силу сообщества, но, и, Бадмао, то, что ты говорил, то, что сообщества такие должны быть, там, не более 20 человек, нет, вот, ну, как раз-таки изучали сообщества, просто есть разные виды сообщества, соответственно, ими по-разному управляются, и скомические сообщества, типа, рефлейма, да, это уже, соответственно, сеть, а там выстраиваются определенные правила, и, соответственно, там выделяются активные члены и неактивные члены, сообщества, аналогично и в таких сообществах, да, оно может быть разное, но просто разные правила, при управлении, допустим, сообществом 20 человек, и при управлении сообществом 200 человек, да, тут речь не о сообществе как таковом, а о культе, которые вырабатывают идеи, да, то есть, У меня есть идея, если я приду на круг 100 человек, то это превратится в базар. Если я приходу на круг 10 человек, то конкретики будут больше. Но это говорит уже про правила ведения себя в сообществе, по мероприятиям, потому что можно сообщество разделить на несколько интересов. Есть специалисты в сообществе, допустим, юристов, есть экономистов, еще что-то. Как на семинарах рабочие группы развиваются, а комитеты группы говорят. Я так понимаю, это эффективнее всего, потому что, когда 20 человек, определенно легче найти единственное решение, кто-то всех уставил, чем на тот же круг 200. Я так понимаю, это как руководство. Самая эффективная ячейка – это до 20 человек. Да, если ячейка больше, уже тяжелее сформировать и перейти к единому. Если даже, получается, у нас есть какое-то общество, его надо не обязательно по-хорошему разделить на ячейки, и потом уже эти ячейки предлагают свои решения, соответственно, эти ячеек, допустим, у нас 20 человек одной ячейки, у нас есть 5 ячеек, и вот эти 5 ячеек опять… Опять же, получается, ты используешь методы и иерархии, то есть ты хочешь разделить общество на ячейки. Нет, в смысле, не я хочу, я имею в виду, люди сами должны как бы… Да, есть просто пример рабочий, да, я думаю, все вы сталкивались с Counter-Strike игрой. Counter-Strike, How it's Half-Life. Это игры компьютерные выпускает компания Valve Corporation американская. У них очень интересная структура вообще организации, вообще работа, их предприятия как работают. Там нет директора, нет директора, нет замдиректора, нет бухгалтера, там вообще нет должностей. Есть люди, каждый занимается своим проектом или выбирает проект, который ему интересен, вот эта сетевая организация. То есть, получается так, есть 200 человек в организации, все они получают какую-то определенную зарплату, но они сами решают, что им делать. То есть, есть в одном углу человек, он сам решил, что я буду делать виртуальное. Он сидит, что он делает. А в другом углу человек делает третью часть Half-Life. В другом углу еще что-то. Как они коммуницируют и узнают? У них есть везде расклеенные объявления. То есть, поговори, пока ты там ждешь кофе, пока ты едешь в лифте, поговори с коллегой. Узнай последние новости, кто чем занимается. Потом, так получается, что выбирают несколько больших проектов, люди объединяются. О, он делает виртуальные очки, пойду к нему, пойду им помогу. Так, уже три человека, четыре, там половина офиса туда пошла. Потому что это интересный проект, у него есть будущее, и они там все делают. И, ну, как бы, есть свои определенные проблемы в таком, в такой организации. То есть, им, получается, нужны постоянно новые люди, у которых много разных идей. Им постоянно они делают, там, собеседование, привлекают как можно больше людей не из игровой индустрии, там, а из, там, кто делал, там, воздельный колец спецэффекта, там, человека, который специалист по, там, жанру проекта, там, еще что-то такое. И я просто вот никак не пойму, как нам, допустим, в нашей ситуации вот это применить. То есть, получается, нам нужно как можно больше, ну, таких организаций формировать, да? И коммуницировать. И коммуницировать. Вот, получается, тогда это идеальный вариант. Можно объявить, там, допустим, людям. Кто создает такие сообщества, какой-то единый центр, где люди могут увидеть. Вот появилось сообщество поваров, там, сообщество, не знаю, там, партнеров, адвокатов, да? Они там сами самоорганизуются просто. Те, кто примет эти правила, я думаю, да? Те, кто примет эти правила, они сами-сами создадутся. А, например, нам, нашему маленькому сообществу, нужно просто создать такой центр, где все эти сообщества будут на виду. Какое-то, может быть, физическое место, какое-то так же виртуальное место, куда можно прийти и посмотреть там, да, и вот думаешь, а, вот, тут, короче, есть вот сообщество учителей, где помогают свои проблемы, я к ним обращусь, там, посижу, покажу, нет? Я думаю, тут... Гораза не вариант? Очень много. Те, можно начать с планом, да? Ты, вот, получается, общество предпринимателей, опора России. Вот, ты проговоришь постоянно про предпринимателей, вот уже есть человек, вокруг которого мы строим это сообщество. Не, ну, я хочу сказать уже, как раз таки, когда был период пандемии, о том, что мы уже заделали этот вопрос, как раз таки мы своим сообществом предпринимателей собирались, да, разрабатывали, ну, проговаривали те меры поддержки, которые были бы необходимы для предпринимателей. Я далее уже, соответственно, транслировал, мы разговаривали, дискутировали и депутатским корпусом, и совместно с представителями исполнительной власти, министр экономики Троицкий, да, и министр финансов, в случае, мы проговаривали, мы транслировали те пожелания предпринимателей, я им показывал, соответственно, внутри, потому что это сообщество опора России, это не региональное, не федеральное, я показывал те примеры мер поддержки, которые были уже приняты и инициированы другими регионами, да, и влияние вот этого, грубо говоря, общественного, на них они уже понимали то, что другие регионы примерно пошли, ну, какие шаги, да, под давлением общественности. Соответственно, мы написали письма от нескольких разных предпринимательских сообществ в полном объеме, который мы хотели, да, ну, тут надо уже понимать тоже возможности нашего республиканского бюджета, но тем не менее то, что были снижены налоги по упрощенной системе налогообложения, да, с 6 до 1 процента и доходных расходов с 10 до 5 процентов, там, транспортный налог был, соответственно, снижен для юрлиц, и еще там, несколько медподдержки соответственно, ну, там, снижение МВД, это было все, так сказать, под влиянием общественности. Поэтому, как бы, эффективность их есть, но просто еще, наверное, недостаточно, потому что еще и нету все равно выработанного такого доверия у самого общества, да, нашего, к данным общественным организациям в целом. Поэтому, ну, вот, о чем как раз-таки Бассан говорил, и если мы, грубо говоря, каждый из вас здесь определенно лидер в мире, будут собираться, проговаривать, и не просто проговаривать, а действительно по маленьким, грубо говоря, задачкам идти и решать, и общество будет видеть результаты этих работ, да, они уже будут, ну, как, с желанием вот именно вступить в данное общество, оно будет желано, с желанием быть услышанным, потому что сейчас, грубо говоря, идти одному человеку, и, как Максим говорит, то, что там не слышит, либо правоохранителя не слышит, одного человека, конечно, услышать тяжело, а когда это будет говорить сообщество, и уже не маленькое сообщество, там, по интересам, или, там, в целом, гражданским, то, ну, конечно, будут вынуждены решать. Да, тут все, вот, бизнес-сообщество должно чувствовать поддержку народа, да, то есть, когда они решают свои проблемы, они решают не только свои проблемы, они все-таки нас обеспечивают, продукты, там, связанные, все-таки какое-то там, то есть, они решают вопросы цен и, вот, наладят вот эту коммуникацию, да, то есть, я хочу, чтобы мы, да, вот этот негатив, который мы направляем на власть, он когда-то сыграет с нами такую шутку, потому что если от нас никаких действий не будет, да, то вот этот негатив, он весь просто отвернется в другую сторону. И вот, вообще, сама по себе, вот эти негативные эмоции, да, там, вот, рассентимент, это ощущение вразделенности к чему-то, да, там, ее, она может, эта эмоция, может быть горческой, то есть, вот, национальные государства рождались из ненависти к соседям, то есть, вот, французы ненавидят англичан, да, там, и они до сих пор только по-французски говорят, у них принципиально нет английского языка, да, и они уже в быту к англичанам нормально относятся, но вот этот вот рассентимент они сохранили, да, для французских французских, да, то есть, в принципе, вот эта вот враждебность, да, там, ее можно преобразовать в творческую эмоцию, да, но если мы не преобразуем, то, ну, вот этот весь негатив когда-нибудь находит до самих жертв, поэтому, вот это вот, ну, опять же, через удачи координационные круги, координационные круги могут быть по разному поводу, то есть, ну, собираться могут по поводу, да, то есть, мужчины, активисты, которые, ну, вот бизнесмен, он больше будет доверять бизнесмену, да, там, вот алтар бизнесу не занимается, да, если он будет ложить, там, давайте, ребята, там, да, там, соберемся и решим нашу общую проблему, и к нему с большим доверием относится, чем ко мне, да, там, может, он там над нами опыты ставит, он такой со стороны пришел, да, ну, вот мы должны как-то по своим этим, ну, близким отраслям работать и вот создавать вот эти координационные круги и повышать доверие друг другу, потому что у нас к бизнесу тоже доверия нет. В советское время это люди, что барыги, да, там, и... А у бизнеса тоже такое отношение к людям, да, там, ну, типа, вот сейчас я получу от них поддержку, а потом они меня измажут от этой грязи, да, которую они там бросаются в своих сетях, и зачем мне это надо, и поэтому каждый идет своим путем, автономно, да, там, очень осторожные люди в отношении. Если вот координационный круг, во-первых, убедит, а во-вторых, добьется результата, вот, почему вот с трапезниковым я так, ну, был разочарован, когда все разрослось, там, до лоя всех, да, там, потому что мы не добились результата и мы потеряли кредит доверия, да, там, и вот здесь надо быть тоже очень аккуратным, потому что если не будет результата, то не будет доверия. И вот этот координационный круг, ну, во-первых, нужно нащупать тот узел, где мы не можем сработать, а во-вторых, координационный круг должен дойти до конца, то есть решить пробел. И я хотел бы вот звать зрителей, да, потому что очень мало обратной связи, то есть кроме, там, молодцы, так держать, да, надо увлекаться в работу, то есть. У нас все время вот иерархичность мышления, да, она порождает, вот появились люди, да, там, вы вышли на протест, все, это новые лидеры, все такое, давайте вы, там, вы решаете наши проблемы, да, там, так не бывает, то есть опять из их смысла, это такая же иерархичная система, да, там, а вот представьте, да, если человек прошел до конца, да, там, он там жертвовал, рисковал свободой, да, там, потратил деньги, потом сбирается на вершину власти, первое, что он будет делать, он отбивать свои затраты, человек – экономическое существо, да, он, раз он начнет отбивать свои затраты, он опять встроится во все вот эти схемы, и уже он никогда не будет там работать на народ. То есть мы не должны все время искать какого-то лидера, на которого мы переложим ответственность, а должны вот сами создавать эту структуру, когда наша приятельность будет сопоставима с приятельностью графики. Поэтому вот зрители должны не просто слушать, а вовлекаться в эту работу и писать в комментариях предложения. Вот как раз-таки по поводу вовлечения зрителей, я вот, мать, я слушал, большое тебе спасибо, очень интересно. У меня родилось предложение, оно у меня давно уже родилось, но я про него немного так подзабыл, я несколько раз предлагал в узких кругах, но как-то вот как-то безрезультатно, не услышал отвлека, но теперь я понял, что, наверное, вот здесь в нашей сообществе мы собираемся для того, чтобы рождать смысл, но теперь уже и к действиям тоже надо переходить, это очень правильно. Вот, и я предлагаю такую вещь, может быть наши зрители тоже уже в комментариях будут обсуждать, давайте попробуем покупать в наших магазинах. Я не предлагаю закрыть там пятерочки, магниты и так далее, но мне недавно сказали один такой факт, не знаю, насколько он достоверный, но я думаю, примерно так. Вот в гипермаркете на одной кассе в день там где-то выручка 25 миллионов в день, в обычный день. Это неправильно. Вот, и я просто был, когда начал так задумался над этим, подумал, это же какие огромные ресурсы выкачиваются из экономики Калмыкии. И так вот бедные, нищие Калмыкии, ну колоссальные ресурсы. То есть мы обескравливаем, когда мы идем покупаем магниты, например, ну неважно в любой федеральной сети, мы должны понимать, что мы кормим Москву, я не знаю, Волгоград, Ростов, ну кого-то, но не нас. То есть мы эти деньги просто сжигаем. В этой связи, конечно, я против закрытия федеральной сети, они должны существовать, и благодарение конкуренции вырастать, но при этом мы должны поддерживать своих. То есть в федеральной сети надо ходить тогда, когда, например, нет аналога, да, или там намного дешевле, например, такого же по качеству продукта. И когда мы все вместе, я так понимаю, ведь здесь в чем суть? Первое – это инициативность. Вот в сетях важна инициатива человека. Если человек без инициативных, просто сидит, потребитель, ну тогда эта сеть невозможна не создать. Если есть инициативные люди, значит сеть растет. Таким образом, если каждый из нас, как просто житель Калмыкии, покупает, например, садовскую муку, пользуется футболками, например, ну я к примеру говорю. Большицаринский рис. Большицаринский рис, да, покупает. Нашу воду, например, там. Хлеб. Хлеб, понятно, да. Я вот поражаюсь, что у нас тут со Старополярсных хлеб привозят продавать. То есть люди покупают. В чем смысл? И вот это я поражаюсь просто. Не понимаю. Вот. То есть мы можем своей инициативностью, да, вот покупать только свое. Отечество. Мы можем, первое, появится доверие между бизнесом и обществом. Раз. Я думаю, что и бизнес ответит обществу добром. Вот. Потому что я смотрю, вот когда пандемия даже была, кто откликнулся? Это наши местные предприниматели, которые с бульки нос зарабатывают, но они откликнулись. Я был в шоке, когда Магнит, например, объявил, что раздает карточки вот эти свои, карточки врачам. И это вся их помощь была. А при том, что 25 миллионов рублей с одной только кассой идет. Вот. Поэтому вот тут надо просто понимать и делать выбор правильный. То есть надо поддерживать своих. И в этом связи мне просто надо, может, сделать значок, там, мейдинг Калмыкия и лепить, допустим, его на торговых точках, где продается именно продукт из Калмыкии. Потому что, допустим, когда... Знак качества. Часто у нас заказывают одежду. Моя версия она здесь. И всегда просят, обязательно напишите, что внутри там, если бы тут был яркий, но это на Калмыкии. И просто, говорит, душу греет, потому что ты открываешь там это все. Ну и поэтому... Ну и поэтому... Можно придумать желтый-синий знак, да? Да. Какой-нибудь... У нас это, правда, запрещенные почти цвета. Ну, как... Ло-лоркисты. Ну да-да. В Гонконге, когда были протесты, кружочки были двух цветов. Один цвет – те, кто поддерживает протесты на кафешках, а другой цвет – те, кто поддерживает власть. И люди ходили в зависимости от своих предпочтений. Бадма, у меня вопрос, кстати. Вот ты говорил, вот, получается, смотри, цены, ты говорила, зависит от ценностей, да, еще в обществе. И правильно понимаешь, что еще стоит проблема ценностей, что они сейчас на другие. И эту проблему тоже надо, как бы, решать параллельно. Ну, да, я бы это же сказал. Ценности у нас явно другие. Потому что мы в обычное время, скажем, в мирное время, да, мы не занимаемся вообще ни какими практиками, ни фигментатием. Но у нас всплеск во время выборов. То есть это говорит о том, что мы хотим, на самом деле, видеть своих людей во власти. То есть нас не интересует просто этого развития, нас интересует току по власти. А это значит, что наши истинные ценности, опять же, не имеют деньги. Ну, вот я и хотел добавить по этому поводу. Я вот считаю то, что, да, ценности. Вот у нас же, как говорят, в обществе, тема же какая? Ставка на лидера проигрышная, да? Вот у нас как в обществе, в Калмыцком именном обществе. Такая прилетает идея. Тут у нас есть национальный народ герой по самому городу Городовикову. И много от того можно услышать то, что вот, ждем сейчас его Городовикова, сейчас он придет, сейчас он сделает все. Но это о чем говорит? Вот здесь обычно такое понятие, это синдром выученной беспомощности. Это людей, ну, опять же, я говорю о том, что это навязано, то, что выучили, то, что один человек, синдром маленького человека. Людей приучили к тому, что за них вечно кто-то решает партия, ну, глупо говоря, государство за них решает, а мы как веждевенцы, как дети, за нами все ходят, нам все делают. А вы, главное, работаете, а мы все с вами сделаем. И вот эта вот политика, которая навязывалась государству столетиями, недавно в России рабство относительно недавно только отменили. И вот эта вот политика того, что один человек, он не решает, решает государство, а ему все, что ему надо, это делать то, что говорит государство. И вот к тому, что у нас сейчас, мы переходим сейчас, люди говорят, вот мы ждем Городовикова, он нам придет, он нам все сделает. Ну, феномен Городовикова, лично я как понимаю, это действительно был феномен, я считаю, это был счастливый случай. Тогда нам, во-первых, повезло, и тогда само время породило такого лидера. Те года, во-первых, нам повезло с тем, что вообще появился такой человек, хотя считаю, он в любом бы случае появился. Тогда мы только вернулись из ссылки, как мы обсуждали людей, была вот эта вот идея, была мотивация восстановить, вернуться домой. Во-вторых, там один человек реально, Александр Городович, у него тогда было государство такое, то у него были все ресурсы и возможности свое желание превратить в конкретные результаты. Вот тогда было, ну, максимально централизованное государство, все, власть он мог по одному там. Ну, я конкретно не знаю, да, но я предполагаю то, что он развернул большую стройку, что в те времена это действительно было возможно. И все это и народ его поддерживал, он был авторитетом среди народа нашего. И в итоге все эти счастливые и случайные события привели к тому, что, да, Калмыкия там переживает так, большого роста, экономического, морального, духовного подъема. Что же произошло дальше, когда развалился СССР? Ну, сейчас в случае. Да, ну, это не то, что это закономерный исход был. То, что нам тогда повезло, но нам все время вести не может. И вот эта ставка на лидера, в чем она еще слаба? В том, что это вообще случайно, фаотически. Сегодня лидер один пришел, завтра другой. Но это другое, если он придет недостаточно, мягко говоря, профессионален, не соответствует занимаем дождь, это приводит к таким ошибкам, что уже возможно и пути, ну, она может привести к катастрофическим результатам. Мы видим это вот, да. Ну, это как играть вот редко, грубо говоря. Да, ты можешь выиграть миллион, но вероятность этого события, там, один, ну, в зависимости от... Ну, грубо говоря, казино всегда в прибыли. Если ты будешь играть в долгую, ты всегда проиграешь. Так же и тема, если мы будем всегда ставить на лидера. Сегодня пришел хороший, завтра, ну, завтра, если пришел плохой, а такое непременно случится. И все вот эти результаты, как мы и видели, все, что Басан Бадмир Гадыко построил, все буквально разрушено за то, что стоилось десятилетиями. Буквально за, ну, будем говорить, за десять лет все уничтожено. Сейчас у нас буквально несколько осталось, так сказать, достояние от тех времен. И то вот хорошо ударно был Улан Хейч. В те времена, ну, насколько я знаю, это был сильнейший племензалон. Сейчас, в принципе. Сейчас что происходит? Да, сейчас что происходит? В соцсетях регулярно появляются анонимные сообщения от людей, которые, я так понимаю, работают в Улан Хейч. И что они говорят? Они говорят конкретно. Сейчас Улан Хейч просто разрушает основание. Там забивают скот, вывозят, деньги назад не возвращаются. Но вот эта проблема как раз-таки в том, о чем Бадма говорил. У них есть сообщество, они в горизонтальной связи, но нет действия. Они ждут, вот кинули в сеть и ждут от кого-то, что кто-то приедет и решит их проблему. Никто не решит. Но я хочу сказать, ну, я это не знаю, на самом деле, правда это или нет. Ну, я так думаю, на пустом месте это не бывает. Ну, я, по идее, в этом надо разобраться. Но кто должен быть инициатором? Вот как раз-таки работники и жители, ну, кто работает в этом племензалоне, они, если они хотят решить проблему, вот как Бадма, им надо создать какую-то ячейку. Но это сделать надо официально, организационно, анонимно просто укидываешь и ничего не добьешься. Вот как мы видим. Вот если так все и продолжится, у Ланхич, племензавод, он просто развалится. Но вот тут как раз по поводу инициативности. И мне кажется, ключ не только в инициативности, но еще в умении взять ответственность на себя. Если мы возьмем две, даже вот самые наглядные примеры, про которые все знают, да, Украина и Беларусь. Там и там были протесты. Но совершенно разная ситуация получилась. В Украине там более радикально, конечно. Люди взяли ответственность из себя, вышли на улицу и радикализировались. И там вот был такой очень тонкий момент. Я не знаю, это, может быть, многие уже забыли. Лидеры протестов, которые взяли на себя функцию лидерства, они пошли и договорились с Януковичем, что он будет еще год там сидеть и будут они, ну, в общем, будет власть сохранить свои места. Вот. И они договорились и уже пришли на Майдан, всем сказали. И вот один человек, Сотник Поросюк, я запомнил его фамилию. Сотник Поросюк и сказал, не, нифига, ребята. Я и моя сотня, мы здесь не знаем, что если завтра до 10 часов он не уйдет, мы будем штурмовать. Вот один человек взял на себя ответственность и он изменил историю Украины. Совершенно в другом ключе страна стала развиваться. В Беларуси, например, никто не захотел взять на себя эту ответственность. Не сказал, я завтра там, как хотите, принимайте любые решения, но мое мнение такое, я буду завтра штурмовать там этот дворец этого президента. И история Беларуси пошла по другому пути. И сегодня неизвестно, как она там будет развиваться. То есть в любом деле, в том же Улан-Хече или в том же ситуации с магазинами важна инициативность и действие. Если мы решаем, если нам хочется жить в лучшем мире, надо просто менять этот мир, я так понимаю. Брать инициативу на себя, брать ответственность на себя. И тогда, в принципе, вот эта иерархия, мне кажется, она не настолько прочно сидит, если вот эти люди, у которых большинство, будут просто брать инициативу на себя, покупать в магазинах своих, поддерживать все свое, отечественное, как говорится. И ситуация, она может очень быстро поменяться. Можно добавить? я немного интересовался этим событиями украина и все-таки вот как читал катерина все-таки это разность беларуси это как россии там автократе а в украине на тот момент все-таки там была сменяемость массе там были оппозиционные партии и там поэтому там все так произошло потому что у народа уже там был запрос полковаться просто у них сформированный организационных не были оппозиционный пострадали были у них у них не было грубо говоря у них не было сильно вертикали власть беларуси 26 лет лукашенко там была сильнейший вертикаль власти которые извините меня так просто не скинешь там просто такие лидеры есть они взяли ответственность но этих лидеров вот как проблема в чем просто посадили в тюрьму бабарика там двух кандидатов остальных выгнали вот и все вот проблема в том то что если мы ставим на лидера допустим будем так наш противник неважно там конкретного либо вообще это событие если мы ставим надо просто заболел и все считает наше все будущее мигом рушится это очень рискованно и поэтому я к чему еще хочу добавить то что от россии идет наверное по пути беларуси я хочу сказать чем дольше вот это автократе она себя изживает всегда вот это же на основе исторического опыта видно то что когда автократии они переходят диктатуры но это уже грубо как все едно корее допустим и они в любом случае вырождается отрицательная селекция все вот эти моменты а когда человек сидом ручно бесконечно нет ответственность это все остановка развития на цели на государство вообще любое в мире но существо как общество государств это есть организм она либо развивается либо деградирует вот и так нам в любом случае надо будет переформатировать и система когда вся система завязана на одном человеке ну даже не на том на очень нет вот этой самостоятельности детей это все рано или поздно придет к тому что система разрушить я такой я в принципе определенно такого мнения придерживаться что беларусь это будущее россии это вот сто процентов это мы прям видим свое будущее эту власть просто там она сама себе желал до такой степени что уже там просто подменяет понятия четное говорят это белое и вот это все и только самостоятельность только вот этот и радки только вот эта сеть когда мы будем каждый ячейки будет будут самостоятельны они будут сами инициировать какие-то говорят смыслы идеи действия только когда мы сможем построить такое общество потребности всех членов это общество они так как сейчас сейчас у нас грубо говоря у тебя даже статистику что у нас в россии неравенство одно из самых высоких среди развитых стран там один процент населения россии владеет богатствами 880 это это но это как это в любом случае не может ни к чему хорошим привести рано или поздно это все те кто не получает не то что не получают это богатство очевидно живем очень плохо реально обидно еще то что реально есть возможность и весь ресурс где-то даже в нашей калмыкии возьмем для примера сейчас нам поступают какие-то федеральные деньги ну это так извратили что мы нас превратили кому-то иждивенцев как будто мы бросим и нам дают эти деньги хотя он тоже самое касается тема вот этих федеральных сетей уже поднимает бюджет налоговый кодекс сделали так что все деньги с россии аккумулируется в москве у нас ничего вот мы грубо говоря даже будем поддерживать своих производителей но мы как поддержим до конкретные но все налоги 1 все равно уходят в москву там но это уже вопрос операционный надо там и налоговый кодекс меня чтобы вот именно федерация была у нас формально федерация фактически у нас не федерации будем я думаю что не совсем правильно знать район составить между россией и белоруссией здесь ситуация все-таки разная и степень там власти уровня власти иерархии но возвращается к нам например исторически у айратов никогда не было жесткой иерархии никогда вот ханская власть она не была аналогична царская в россии жесткий вертикали никогда не было ханов не назначали они не по наследству там они в основном не спирались этот гандугаши по уши перешла а так ханы избирались на съездах аристократии для удачи угадать они уже избирали самого достойного правда бывали конечно сетевые какие вещи когда кто-то не согласен тем не менее самое главное что у нас самого нас в истории нет именно вот этой четкой жесткой такой единоречной власти также если не соглашались с ханом они просто могли откачевать вообще уйти в другие места сказать все мы больше не с вами это и было полное право поэтому вот в нашей культуре как раз таки принято договариваться исторически разговаривать договариваться создавать некие такие сети и в этом плане у нас может быть даже больше исторических ресурсов чем например у русского народа где голову такой жесткая в этом плане коммуники могут быстрее выстрелить как бы быстрее договориться я что хотел сказать эту тему лидерства и на самом деле эти две модели они и да и та хороша но в разные соответственно периоды и в разные в разных именно как задачах значимости у каждой есть свои плюсы и минусы модели лидерства там это больше как грубо говоря подвижность да там в условиях может быть кризисного периода да там где-то это весной тем более зависимости тоже компании предприятия да там ты потому что если маленькая это конечно там только всегда один лидер если это крупная компания понятное дело там уже и уровень ответственности намного больше для меня вообще понятие лидера да то что но я сам часто бывал и в компаниях лидерам или там по разным моментам и для меня всегда было лидерство это первую очередь это огромная ответственность ответственность за твои решения да потому что за твоими потом решениями стоят это либо огромные ошибки приводят к каким-то либо плачевным целым ситуациям по предприятию либо наоборот удачно это вот о чем Иван говорит то что по сути на одного человека возложено через черт большая ответственность и конечно да мы в то же время есть и положительные результаты да там опять же мы можем вспомнить Иван нас был вспомнил Пасан Бадминович и городе Кула да но это сразу же автоматом у всех возникает но также есть на да Ликван Юда это пример министер Сингапура который сделал экономическое чудо и конечно это тоже пример удачного лидерства да есть множество других там компаний то только дженерал Олега и да там там тоже Джек Волч который начинал там с обычного инженера в этой компании вырос там до директора компании который сделал экономический тоже прорыв колоссальный для компании но в дальнейшем это оказалось наоборот таки неудачной моделью потому что когда он приготовил преемника себе он сделал такого же преемника как он сам один в один но не учитывая что поменялось время поменялись там взгляды и стратегии по развитию предприятий и дженерал Олег как упала на очень колоссальные ну там не минусы тем не менее оборот выручка упал в разы поэтому понятное дело что где-то в каких-то моделях действительно должны быть все-таки решать грубо говоря компанию ну там проблемы компании в нашем случае сейчас на нас пример приземляет по республике да я конечно понимаю все равно что здесь должен быть конечно парламентаризм да там где все эти институты власти должны работать парламенту лидер в нашем случае он должен быть мотиватором для какие-то идейным вдохновителем показывают то что наш вектор развития в этой стороне говорил он должен быть ведущий он как президент гарант конституции чтобы все правила соблюдать и на парламенте да соответственно она не должна быть общественных организациях просто дело в том что ты назвал те примеры это ведь частные случаи и мы в сегодняшних условиях не можем себе позволить частный случай потому что он случится не может потому что в смысле за такого человека появится если в итоге организовывая такие группы само общество выдвинуть такого человека то да а в любом случае на сегодняшний день на какого-то очень харизматичного человека ставку делать это будет большая ошибка потому что я максим я как раз таки говорил про то что есть разные модели да там лидерство парламентаризм что у тех у тех есть плюс и минус но приземляя грубо говоря на наш случай я как раз таки говорю что здесь должно быть лидер он должен быть мотиватором да там показывает вектор показывает он должен грубо говоря презентовать свои идеи да там на как раз таки на обсуждение общественности на обсуждение там парламента да то что вот цели такие да и тем самым он должен делегировать свою ответственность не только он сам решил да работал в некий план и прд развитие республики никому в принципе не презентуя предварительно не обсуждая да не спрашиваю там общественности да там а нужно ли в этом плане нужно же в этом плане да там приняли презентовали но даже не презентовали все приняли как бы все кто так и вообще отсутствие доверия действительно создан для того чтобы достичь каких-то конкретных целей проблемы вот это все вместе хочу все доверие это же вот у меня вот у нас не то что у нас республика доверия власти просто абсолютно если время я хотел бы рассказать как объединилась вот эта структура сетевая и возрождение народа есть такая история про я думаю все слышали про народ такой в испании баски они живут по две стороны перемене в господи и в испании баски испанкой к 1975 году баски утратили свой язык только в отдаленных деревнях говорили попасть а вас язык очень сложный он автостонный неиндоевропейский и в испании период фанка еще во время гражданской войны баски выбрали не ту сторону они пошли против франка вместе с республиканцами и республиканцы проиграли франко возглавил испанию ну и тесно баски были очень сильно увлечены были стойкие репрессии и там 300 тыс населения примерно так и народ тоже радикализовывался и было два течения больших это баскинская террористическая организация которая за свободу басконии воевала взрывала аэропорты там еще что-то и были умеренные националисты которые считали что борьба была бескромной но эффективно и никто из них не мог привести басконию развитие не получал эти парламенты бились бились но все это неэффективно те взрывались это было тоже неэффективно а как баски смогли воссоздать свою культуру выучить язык и заработать деньги и в этом им помог Хосе Армандиерто это иезуитский священник он в свое время в троковых годах обучал в церковной школе детей в свободное время ремонт техники и он его ученики поехали в Мадрид выучили в технической школе приехали домой и они открыли первый кооператив по ремонту утюгов холодильников и они начали создавать кооперативы такие и ученики и у них в кооперативах это было важное то что они там делают в своем городе родном так что там на трех этих китах состояло то что они все католики и баски там и на басском языке там и как бы вот эти кооперативы они начали друг с другом обедняться создали народную кассу своеобразный кооперативный банк нет не важно они отдавали там определенный процент 10 процентов в этот банк каждый год и любой член кооператива мог прийти и получить льготную ссуду на создание такого же кооператива и что потом он отдает эти деньги обратно в банк все доросло до такого то что у них появилась своя школа кооперативная своя больница свой университет и сейчас это самая большая федерация корпоративного кооператива в мире называется федерация мон драгон можете почитать про нее у нее оборот там чуть ли не знаю там искоменяет третий третий среди профинансово-промышленных групп испании то есть европе это довольно таки крупная федерация и они производят вообще абсолютно все от деталей самолетов до книжек и сельскохозяйственных продуктов и благодаря им Баскония превратилась из отсталой аграрной провинции почти что в независимое государство потому что их кооперативы они не входят в структуру у них свое государство внутри государства и они никому не мешают ни с кем не воюет никому ничего не доказывают просто они уже настолько сильны и живут как они хотят и об этом можно если честно целую лекцию посетить но вот есть пример как вот эта структура может помочь малому народу и просто должен быть вот этот лидер не такой который станет во главе иерархии а в чем была важность лидера вот этого Хасер Мандиэту что он был священник и он был моральным авторитетом то есть все его ученики если получается обмануть другого члена кооператива то есть ты пошел против морального авторитета и у нас в республике на самом деле все для этого есть у нас есть моральный авторитет наши ламы есть среди них реально люди кристальной чистоты которые могут стать гарантом чего-либо и мы можем попробовать примерно так это просто один из как получил путей я уже говорю как филолог язык как средство коммуникации это только одна на самом деле язык родился как средство быть непонятным для других то есть язык это средство коммуникации в определенном и этот способ быть непонятным он появился тогда когда человек стал раздавать с соседями то есть с соседней группой для того чтобы загнать мамонта достаточно просто звуку язык может быть международным но когда группы стали уже более продвинутыми когда они стали воевать тогда появилась потребность быть непонятным для окружающих то есть и вот сентимент раздельность да то есть которые по опаске которых творческую морю люди работали вот он точно так же помогает сохранить язык да то есть это мы хотим быть понятны своему кругу мы не хотим быть понятным для других в Сибири конечно в первую очередь потому что коммуники были россиями но чеченцы они сопротивлялись они бойкотировали работу и все такое естественно язык для них по политическим средствам будет непонятным и когда Сталин умер они пошли на вокзал они все собрались домой еще никого указа не было они просто заполнили вокзал и это было мощное такое давление на власть то есть из-за вот этой почему кавказские народы с языком у них меньше чем у нас потому что они всегда воспринимали себя как жертвой колонизации у нас же у нас же всегда мы гордимся было желание интегрироваться и в депортациях было желание интегрироваться доказать что это была ошибка работали сумасшедшие становились передовиками и все такое но я не призываю к сепаратизму просто мы должны использовать этот метод политики сверх централизации к русским к россии к политике кремлевской сверх централизации у нас должна быть ответка и вот когда этот закон вышел знаменитый о языках на митинге кто-то очень такую правильную вещь сказал мы на слов будем учить вот это как лозунг мотивация она вот с политической точки зрения правильная вроде буддизмом зло не положено делать но с политической точки зрения именно так рождались нации именно так баскер все есть именно так то есть мы должны понять что это основная функция не коммуникация а коммуникация в определенном кругу то есть это этот нюанс он все объясняет и этот определенный круг нужно понимать зачем он нам нужен и тут вот мы возвращаемся к политике то есть если не будет у нас политической мотивации язык будет в таком же состоянии то есть мы его будем сохранять конечно эти люди героические которые там проводят курс и все такое но дальше он не пойдет в толчках развития не будет это очень связано с политикой и тут наши властители ум там деятели культуры деятели там науки да там они должны четче выражать свою позицию не там единая россия не а вот именно потому что они тоже не довольны политикой противореческой они довольны они все пытаются так знали да там на самом деле от их позиции как раз таки и зависит если они действительно любят язык если они действительно заинтересованы в его рождении то они должны четче выражать свою политику политическую позицию не там единая россия не а вот именно к языку и культуре да там визит Далай-Ламы и возрождение языка вот здесь должна быть политика четкая проговоренная если они действительно хотят то есть это когда вот этот ресентимент да вот тогда он может дать такую творческую энергию для того чтобы быть непонятным из-за других да то есть вы хотите нас задавить а мы на здоровом мы будем говорить по-коммунически да и вот письменность Это же тоже средство общения, может быть модным, то есть это какие-то знаки для других непонятные, татуировки на татуировке, то есть именно надо пропагандировать это средство, быть непонятным, то есть свою особенность, что у нас есть. Есть две страны, Япония и Ирландия, у нас пример такой традиционности, где все там сохранилось, в Ирландии нет языка, он умер, но ирландская культура, она в квотатом веке выстрелила, там Джойс, Йейтс, потом уже позже группы, Юту, да, то есть ирландская культура, да, она во всем мире изучается, ирландский язык знает буквы, то есть любой, кто хочет погрузиться, он знает, может научить ирландский язык. В Японии, если смотреть внутрь Японии, да, там очень высокий процент самоубийства, да, там очень распространенная парнография, да, там особенно детская, да, там, вот этот трудоголизм, он оборачивается сильнейшим пьянством в выходные дни, да, там, не один путешественник показывает, да, то есть... Японская культура не настолько благополучна, да, как кажется, да, но какая связь между Японией и Ирландой? Сохранением культуры, по сути, занимается международное сообщество, то есть японцы, может быть, самим уже и бывают, да, там, они там церемонии выполняют, по привычке, да, как мы там на Zoom ходим, годы пробивают, да, там, по сути, ну, конечно, это надо двух изучать, но вот то, что мы видим, по сути, у них обстоятельства, дела там не очень хорошо обстоят. Но они могут, хоть там, всей страной в Новый Ирландию переехать, японская культура не умрет, потому что там карате везде изучают, чайные церемонии везде изучают, японский язык везде учат, потому что мультфильмы, да, там, популярные, да, там. То же самое с ирландской культурой происходит. Вот чем заинтересовала Япония, чем заинтересовала Ирландия, настолько, что их культура стала сохранять весь мир. Япония – это прорыв, это Sony, это, ну, вообще новые технологии, да, там, это будущее, которое они всему миру показали, да, там. Для нас это, наверное, путь тяжелый, очень тяжелый, я имею в виду, скорее, фантастический, для всего мира, на нем тяжелый. Ирландия чем заинтересовала? Вот, ирландская культура выстрелила, когда они стали сопротивляцией империи, то есть, Ирландия показала миру, да, там, пример, как бы, бескомпромиссности, потому что Великобритания, по сравнению с Ирландией, там, мощная была идея, это же не вот этот остров, который сейчас, а пол-мира, да, и они никак не могли ирландцев с вами. И ирландцы, да, когда, там, мы переехали в США, у них всегда была ирландская мафия, там, своя, которая долго рулила, ну, не рулила, но я смело ромнила, да, и вот, то есть, есть два пути, либо вы создаете что-то офигенно новое, да, там, что люди удивятся и полезут изучать, кто такие калмыки, да, там, чтобы проникнуть в свою культуру, либо вы показываете свою самоотверженность, да. Нет, я опять хочу сказать, что сепартизм не потому, что я боюсь этого на все эти партизмы, просто, на мой взгляд, уже бескомпромиссии. Мы смотрим, Абхазия, Южная Осетия, там, ДНР, НР, да, думаю, чего они не добились. Все, мировое сообщество их не признало, и они живут, платят существование. Точно так же в Калмыкии сейчас, там, мы пройдем море крови, чтобы отсоединиться, а в итоге что? Мы точно так же, как ДНР будем прозевать. Поэтому я не поддерживаю это. Но ощущение собственного достоинства Украины, Беларусь вспоминали, Украина же, это не только там сменяемость власти, все такое, Украина это очень развитый бизнес, да, там есть конфеты, те же парашенки, там есть малая авиация, которая, то есть, нырмирует, продается. То есть, и почему, революция как у них называлась, революция достоинства, вот это слово, когда у нас вспомнят, тогда, ну, выбор следит. А для этого, да, точно. В общем, тоже попадут. Да, рисунок такой, да. Пытаюсь подытожить, да, наш разговор. То есть, на мой взгляд, что я вынес? Первое, все-таки, должна быть какая-то айрадская идея, айрадская мечта, ну, калмыцкая мечта. Вот. Второе, должны мы строить какие-то сетевые, ну, это мы пока не будем трогать, да, но мы можем, что, вот сетевые структуры строить. Мы можем объединяться. И, в принципе, уже объединение есть. Мы уже много раз сегодня говорили, там бизнесмены, там, ну, всякие женщины, там, и молодежь организовываются, объединяются. Вот. Доверие. Доверие. Ваше доверие. Доверие мы можем через действия, мне кажется, завоевать. И в данном случае, вот, мое предложение было, да, что все-таки, ну, хотя бы, да, вот, что не требует от каждого каких-то больших усилий, это хотя бы пойти в свой магазин тот же хлеб купить, там, молоко и так далее. Сейчас цены везде одинаковые, тот же темп, да, подержать, например. Это то же самое с предприятием, да? Да, да, да. В федеральной сети, если мы пойдем вот таким путем, те же самые федеральные сети будут бегать за наших предприятий и говорить, давайте нам ваш товар. Сегодня что? Там да нет коммунских товаров. Что там? Солдовскую муку там можно купить? Нет. Там, ну, какие-то другие наши товары, да? Вот. Или рис, например, савинский. Он же отличного качества, но мы там их не найдем в федеральных сетях. Ну, поэтому мы можем сами сдвинуть экономику. Мы можем изменить ее за два-три года всего лишь. Вот. Ну, в общем, нужна инициатива. Вот я еще что понял. Нужна инициатива, умение брать на себя ответственность за свое будущее. Вот. И тогда, таким образом, мы, делая какие-то маленькие, небольшие проекты, мы можем создать кучу разных вот таких структур. И, сами того, я думаю, даже не заметив, может быть, и изменим ситуацию в Камыке. Вот. Ну, и, может быть, если у кого-то есть что-то добавить, так совсем кратко. Да, кратко добавлю. Вывод из нашего круглого товара. Все-таки я хотел обратиться. У меня просто очень волнует тема в «Золотом аптечке». У нас очень мало вообще производства стало в Камыке. Вот. Чтобы покупать наши товары, нужно, чтобы появились новые производства и не терялись старые. Камыке. 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 И там говорят, что конкретно идет развал этого завода. Я бы хотел, а если такая ситуация действительно имеет место, то работникам этого завода, вот вам конкретный пример. Только налаживание вот этих горизонтальных связей, и именно не просто налаживание, а именно переход к конкретным действиям, создание какой-то организационной структуры. Только это имеет право на развитие. Если все так и останется, вот этой иерархии, как у вас сейчас, скорее всего, так и это все непременно придет к деградации. Будущее одно у гремезавода, это вот деградация и развал. Вот либо так, либо так. Я просто говорю, у меня действительно есть какие-то переживания, я хотел бы, если оно действительно имеет место быть, делайте, вот как то, что я говорил. Нужна гласность, общественная гласка, только и никакой анонимности, только надо, ну да, это риски определенные, скорее всего. Без риска уже, знаете, мы такую допустили ситуацию, что у нас уже только риск, и чем дольше мы будем оставаться на этом месте, тем риски будут возрастать. У нас уже такая ситуация, что мы выбираем между плохим и очень плохим. И чем дольше мы вот этот будем эту ситуацию оставлять, тем дальше хуже будет. Ну вот это так. Я вот как раз таки хотел Ивану ответить на вопрос, то, что по Махичу, да, дело в том, что я уже считаю, что в принципе тот комментарий, он был не одним комментарий, очень вот и серия был. Да, и то, что даже уже люди начали поднимать этот вопрос, он уже имеет эффект, потому что данный вопрос был поднят на очередной сессии и последний, который был по-вчера, представитель экономической партии Мигнар Гориевна, она поняла в разделе разных, именно по данному комментарию. Соответственно, было крупное обсуждение депутатами по этому вопросу и было выработано решение, то, что в понедельник уже, соответственно, группа депутатов, я думаю, в том же числе, встретимся сначала в Медсельхозе, и, соответственно, да, проговорим этот вопрос, потом, соответственно, планируем выехать туда на место. И, соответственно, посмотреть на самом деле или вот эта ситуация, потому что, ну, одно дело, это комментарий в социальных сетях, другое дело, там, реальный факт. Вот надо установить, да? Соответственно, да, мы решили, таским корпусом, причем это такая межфракционная группа, решили действительно съездить и просмотреть по данному вопросу. Поэтому даже то, что люди, может быть, оставляют анонимные комментарии, потому что я понимаю, конечно, не каждый готов возложить на себя грустную, ну, ответственность, или, там, рисков, там, по дальнейшему на них, там, давлению со стороны власти, а я сам ощутил на себе эти, соответственно, это давление со стороны власти. Поэтому, конечно, не каждый готов на это пойти. То, что даже они пускают такие анонимные комментарии, я считаю, это уже эффект. Возможно, да, завтра, ну, во-первых, это благодаря, конечно, ну, сейчас вот развитию технологий, потому что интернет, и, возможно, такие комментарии делают публично, где, соответственно, многие жители колонки ознакомляются с этим, да, и поэтому уже в этой части. А вынося вот тут сегодняшнего круглокругого стола, мне понравилась тема, потому что у меня очень сильно откликнулось, резонировало, на самом деле, эта тема сообществом еще в прошлом году, да, мне вот сейчас, соответственно, понравилось, потому что эта тема сейчас поднимается здесь, потому что на самом деле оно должно быть, оно должно быть, и, наверное, кто, если не мы, то вот начнет формировать такие сообщества. Может быть, действительно, с чего-то малого начнем, И мне сегодня очень понравилось то, что мы обсуждали кейсовые варианты других стран, крупных компаний. Мне также, что Алдар задел вопрос по стране Басков, тоже, соответственно, на кампусе с этим кейсом, тоже мне это очень нравилось. Также есть другие кейсовые варианты по Саудовской Аравии. Можно на примере таких вот кейсовых вариантов посмотреть, как, допустим, установить наш каминский язык. Потому что там же это не просто вопрос в том, что это не модно или еще что-то, там целая система проблем, каким образом ее восстановить, как восстановить язык и множество других вопросов по, допустим, развитию республики. Можно взять, вот рассматривать действительно какие-то кейсовые варианты, ну вот, грубо говоря, внутри нашего сообщества, приходить, обсуждать на фоне именно успешных кейсов в других компаниях, там странах, там республиках. Рассматривать и перекладывать это на нас, грубо говоря, соответственно, на фоне этого, соответственно, уже вырабатывать какое-то действительно предложение, решение, да, предлагать с ним уже идти к властям и предлагать, чтобы это будет вот как раз то, что Максим говорил, то, что это уже будут какие-то шаги конкретные шаги. Это уже не будет просто огонение там пустого воздуха, это именно у нас описание воздуха, а реально уже с предложением каким-то будем выходить. На нашем канале появилась кнопка спонсорства и я решил рассказать вам, что же такого интересного она может дать. Теперь у любого желающего появилась возможность напрямую влиять на развитие нашего канала и на его возможное будущее. Делать это вы сможете как раз через спонсорство. Активировав данную функцию, для вас станут доступными некоторые возможности, закрытые для всех остальных. Например, спонсоры канала смогут выбирать тему для следующего выпуска. Также будет доступен уникальный фото или видео контент. У всех спонсоров рядом с ником появится специальный значок и доступ к фирменным стикерам.